Но сначала о том, как изменилось в зрелом Буниеле само это понимание общественного устройства, одновременно, конечно, с изменением стилистики его фильмов. Мы знаем, что он начинал вместе с Эльвадором Дали, Максом Эрнстом, Федерико Гарсио Лоркой и Арагоном, и другими известными, как вы сейчас сказали, деятелями культуры, а тогда хулиганами, авангардистами, сюрреалистами. Первые его две картины, как минимум, были именно хулиганскими, сокрушительными для общественного сознания, бунтарскими. Ну и по сей день андаузский пес в этом смысле является совершенно непревзойденным. Но тогда, конечно, быть сюрреалистом было не только модно и интересно, но тогда в этом был тот самый вызов общественный, который требовался миру. В Мадриде, который чувствовал себя провинциальным, потом в Париже, куда переехал Буниель, где и познакомился с многими великими. Вот сюрреализм действительно был такой крупицей соли, которая попадала на открытую рану. Вспомним историю Первой мировой войны, отгремела, там уже сгущались тучи и чувствовалось, что все совсем так хорошим не закончится в преддверии Второй мировой войны. И поэтому сюрреалисты, как и многие другие, пытались разбудить от спячки это общественное сознание и показать миру, насколько криво и уродливо он выстроен. Это дело с методом как раз именно такого возмущения вкуса. Тот разрезаемый глаз, это, конечно же, и глаз такого зрительского восприятия. Это вот такая рана, открытая как раз на нашем видении, которая требует осмысления. Ну и понятно, что в таком духе в 20-30-х годах это, наверное, была единственная адекватная методология для того, чтобы человеку показать что-то новое. Но после Второй мировой войны ситуация изменилась в корне, потому что, как говорит и Жан-Клод Карьер, сценарист фильма «Взрелого Буниеля», действительность превзошла всю критику и весь этот кинематограф, авангардный и хулиганский. Жан-Клод Карьер вспоминает, скажем, об одном забавном случае. Представьте себе, когда хозяин отеля разговаривает по телефону, и в это время падает на один из кварталов Парижа самолет «Конкорд», и он говорит в телефонную трубку «Погоди, слушай, тут ко мне «Конкорд» въезжает». Бросает, убегает, и слава богу, потому что в этот момент часть дома разрушилась, он успел убежать. Но вот сама эта фраза «Тут ко мне прилетел, приехал, приезжает «Конкорд»» настолько абсурдно и невероятно, что придумать никакому сериалисту невозможно было бы и саму эту ситуацию. Но это такой еще веселый, что ли, абсурд социальный. А «Концлагеря», весь ужас Второй мировой войны. Ну а то, что вот здесь даже в фильмах полунамеками ясно, что происходит в Республике Миранда. Такой, можно сказать, благополучно тоже представим себе Америки. Аргентина, например, Бразилия, времен этих черных полковников и Пиночета. Вот вся Республика Миранда здесь, как такой параллельный мир, показывает, насколько хрупко, насколько непрочно это ритуальное, такое аристократическое царство уюта, покоя, буржуазии. И какие в действительности тектонические силы, какие-то волны бушующие там за окном этого дома. Поэтому, когда действительность превзошла все то, что могли авангардисты и сюрреалисты бросить просто в лицо общественному вкусу и надаваясь пощечин, то этот стиль оказался просто смешным. Сейчас мы знаем, вот как помните в этом рассказе про забавные фильмы, говорит один из зрителей Буниеля, они очень забавные у вас фильмы, вот я их и смотрю. Сегодня, когда в любом офисе буржуазном висят картины Пауля Клие, например, или Пикассо, опять-таки тех же самых неспровергателей бунтарей, когда это стало элементом декора, когда любой вызов это пиар и паблисити, конечно же, никого этим не смутить и целей никаких не добиться. И поэтому зрелый Буниеля, сознав это первым, давным-давно распрощался в действительности с сюрреализмом и пошел по другому пути. Его метод Тарковский, скажем, определяет как магический реализм. Помните, здесь тоже очень красиво Жан-Клод Карьер говорит, что цель Буниеля – это с совершенно обыденными средствами сделать ощущение того, что в фильме присутствует что-то необычное. И поэтому вот этот такой реалистический показ, очень простой и пасконный прием съемки, оказывается, правда, тем не менее способом вызвать некое откровение. И поэтому всякий раз, когда мы вместе с героями фильма вдруг удивляемся, оказываясь на сцене вместе с ними, поражаясь тому, что происходит, самое невероятное в самых простых вещах, как этот поднос курицы, например, вот это то самое, что Буниель в магический реализм, в такой метод свой помещает. Можно было бы сказать, что это именно и концептуализм. Слово «Оно на более узкую область распространяется, определение концептуализм». Но мне кажется, что метод Буниеля – это такой киноконцептуализм. То есть он сгущает, превращает в какие-то гиперболы самые простые вещи, доводя их до концентрированного абсурда. Вот каждый из этих эпизодов, которые мы посмотрели, в мелочи свои, может быть, правда, не так и важен. Ну вот кончился чай в ресторане, смешно, потом кончилось кофе. То есть вроде бы такие мелочи, которые не вызывают. Каждая по отдельности, что ли, возмущение, удивление, но выстроенные вместе, они вот как бы сгущают всю атмосферу и превращают в абсурд всю жизнь социальную. И поэтому разные-разные маленькие находочки, детали, которыми так всегда был озабочен Буниель, когда он снимал, когда он придумывал мизансцены, они представляют собой элементы общего стиля концептуализма, находя правду в микроабсурде, правду в каких-то таких элементарных вещах, окружающих нас. Но изменение методики не привело к изменению все-таки смысла, что ли, системы понимания Буниелем всего мира. Как ранний Буниель, так и зрелый Буниель критикуют саму структуру социального. Просто то, что когда-то было гротескно, помните, как эти священники привязаны, например, к мертвому ослу в андалузском псе, а то, что сейчас кажется таким милым, вполне чинным, как эти новые священники, один из которых епископ говорит, «А вы разве не слышали о рабочих священниках?» Идет устраиваться садовником, а машину, он говорит, отдал бедным. Если вдуматься в каждое абсолютное из этих слов, оно настолько абсурдное, и каждая в отдельности, и все вместе. И поэтому вот церковь, или армия, или полиция, которые здесь все выглядят весьма приятными в общении людьми, в общем, в таком структурном, что ли, смысле, представляются, конечно, и зрелому Буниелю тоже каким-то кошмаром. Один только фрагментик покажу из фильма, который мы уже видели, документального, чтобы вы в этом убедились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Своего друга Федерико Гарсио Лорки, убитого франкистами, фашистами. Но вот эта вот травма, и это вот такое очень серьезное отношение Буниеля к самому материалу, который он потом показывает в своем пинематографе, вот это надо всегда учитывать, видя здесь очень милых священников, очень приятных полковников и прочих элементов системы. Ну, как бы сказал Морфеус Нео, помните, что да, мы видим учителей, адвокатов, плотников, но не забывай, Нео, все они часть системы. В любом из них может как бы сработать такой системный код, и сразу появится агент. И вот Буниель показывает нам эти структуры повседневности, сквозь них структуры власти, социальной иерархии, и каждая мелочь в таком аспекте становится необязательно веселой и достойной только вот такого легкого критического отношения. Посмотрите, какая все-таки здесь бездна, например, проходит между персонажами. Вот как в одном и втором появлении священника, когда он заходит в рабочей одежде, потом, когда он является в сутане. Тут его сразу выталкивают за дверь, а здесь целуют руки. И поэтому вот это как смена костюма, такой социальной роли, она опять же может быть незаметна в общей абсурдной логике фильма, но для Буниеля она очень необходима, очень ключевой является, объясняющей такой важной вещью. Поэтому служанка, имя которой все время путают, то Инесса, то Розалина, которая тоже на положении вещей, конечно, в доме существует, разные вот эти обслуживающие элементы, помните шофер, которого они зовут для того, чтобы показать, как не пить мартини. Вот это вот такая опять-таки социальная иерархия со всей жуткостью, со всей несправедливостью своего устройства, о которой Буниель в данном фильме говорит вроде бы очень тактично. Разница между господами и рабами в этом фильме, собственно, стилистическая, потому что она сводится к тому, как носить костюм или как пить мартини. При том, что, между прочим, сам Буниель, родившийся в вполне благополучной буржуазной семье, его отцу досталось целое состояние, в общем, он был вполне преуспевающим, особенно по тогдашним меркам буржуа. Тоже не сказать, чтобы был какого-то пролетавского происхождения и образа жизни. И поэтому, как бы Буниель ни жил, ни бедствовал даже иногда, переехав потом, бежав из Испании в Соединенные Штаты, а потом в Мексику, но в социальном смысле его положение было вполне благополучно. И поэтому очень многое как раз объясняет то, что внутри этого фильма тоже есть персонаж, который, скорее всего, представляет Буниель. Это не шофер и, конечно, не слуга, а это Фернандо Рэй, который во многих его фильмах актер, здесь он посол Республики Миранда Рафаэля Коста. Здесь, если вы помните, в последней сцене выясняется, когда ему считает его гороскоп, что он родился 22 февраля, это день рождения Луиса Буниеля, и поэтому здесь Буниель прямо показывает пальцем на такое вот авторское значение персонажа в его тексте. В других фильмах, которые вы могли видеть с участием Фернандо Рэя, а это, наверное, любимый актер зрелого Буниеля, во многих фильмах он появлялся, в Тристане, этот смутный объект желания, в Призраке свободы. Например, часто он играет роль похотливого старикашки, который в этом смутном объекте желания фактически покупает девушку. Но, опять-таки, мы этот эпизод поймем, если мы посмотрим еще один интересный фрагмент. Когда я его встретил, мне сказали, Там я ехал. Вот, видите, многое объясняет фрагмент этого фильма документального, и поэтому одно дело критиковать, как это часто бывает в роли очень приятной обличителя социальных язв, всякие пороки и неустройства нашей социальной системы. Совсем другое дело, как, собственно, во многих фильмах Буниеля, когда вот этот опыт он переживает прежде всего на самом себе. И поэтому, так же, как в его фильмах мы видим вот такой раскол между эротическим, порнографическим, между сексуальностью и цензурой, целомудрием, католическим, конечно же, прежде всего, началом, так здесь и более существенный можно найти раскол, который является принципом отчуждения. И вот то, что я начал рассказывать уже о классовой диспропорции в фильмах Буниеля, получает тогда совсем другую интерпретацию. Ну, в самом простом варианте, в каком-то школьном, очень смешном, классовая диспропорция, это правда, когда одних угнетают, а другие пристроились, как паразиты, сверху. И поэтому нищета одних, даже в чем-то благородная, такая страдательная, безусловно, нуждается в том, чтобы, как вот нищему, например, просто подали милостыню. И поэтому это вот такой простой учебный взгляд на вещи. Но у Буниеля во многих его фильмах мы видим совершенно другой аспект проблемы. Помните «Веридиана»? Знаменитый фильм, с которым он, по большому счету, вернулся в кинематограф, где рассказывается история вполне благопристойной женщины, которой не удалось, правда, сделать карьеру в монастыре по разным причинам, но она несет в мир все хорошее, что она может предложить. Она создает такую коммунную общину из нищих в своем доме наследном и пытается сделать из них людей. Но, разумеется, все приводит к катастрофе, вся ситуация. Оказывается, что нищие действительно насильники и убийцы и не заслуживают никакого снисхождения. И большое счастье, что они не убили, не изнасиловали ее первую. И поэтому, в конечном счете, она пересматривает, наверное, в финале фильма свои взгляды. А с отчуждением в этом фильме, оказывается, все не так просто. Поскольку это некое системное явление. Вот как костюм делает человека человеком, правда, может быть, в глазах многих людей, так и условия жизни делают аристократа аристократа, а бедного бедным. Но, поскольку изменить эти условия жизни невозможно, то менять какой-то один элемент тем более смешно. В фильме «Веридиана» есть очень классный эпизод, когда другой персонаж, тоже очень вполне благородный молодой человек, второй наследник этого состояния, видит тележка, а за тележкой привязана собака. Она явно не успевает за лошади, поэтому, запыхаясь на последнем вздыхании, бежит на полном темпе. Но этот аристократ пожалел, остановил повозку и выкупил собачку, которую зовут, по-моему, каналью. Всегда к вашим услугам. Эй, пёс скоро ноги протянет. Повозка пуста, посади его. Там места для людей. Отвяжи, он побежит сам. А если попадёт под машину? Я куплю его. Он хорош для охоты. Он знает, что без охоты не получит еды. Сколько? Раз он вам так нравится, дайте сколько не жалко. Отвяжи его. Спасибо, бог в помощь. Поехали. Меньше ест, лучше охотиться. Как зовут? Канело. Эй, иди сюда. Канело. Тихо, Канело. Рядом, спокойно. А камера продолжает движение туда же, в сторону дороги. И мы видим, что мимо по дороге проезжает точно такая же повозка с такой же привязанной собачкой, ещё один каналью, которого, конечно, спасти уже будет невозможно. Просто, знаете, как с благотворительностью. Все силы ушли на одного. А поэтому изменить в системном отношении хоть что-то не представляется возможным. И поэтому Бунель показывает нам целые такие структуры, которые в одном случае делают человека человеком, через воспитание, через дрессировку. Кстати, как сделали в своё время из его мамы его отец. Он женился 47, нет, 45-летней на 17-летней девушке и отдал её первым делом в пансион в Париже, чтобы её научили хорошим манерам. Ну и поэтому, правда, вот все воспоминания прекрасные, хорошие Бунеля о своей матери и все рассказы хорошие детей, его братьев и сестёр о ней, наверное, связаны ещё и с тем обстоятельством, что, правда, её вот так вот очень мудро воспитал, как впоследствии всё семейство отец. И поэтому здесь условия сделали из женщины такую именно благородную натуру. Ну и наоборот, можно было бы совершенно противоположным образом человека так вот от самого ядра личности отчуждать, как это мы видели в Веридиане. И поэтому аристократы у Бунеля, конечно, не вызывают вот такого, что ли, критического прямого отношения. Они все милые, хорошие люди, с которыми приятно было бы выпить мартини, посидеть у камина и вести интересные разговоры на самые важные темы. И наоборот, никак не тянет, да, вот к этому шофёру, например, или к этому умирающему садовнику и другим персонажам, представляющим собой такой нижний мир. Но мы знаем, что эти миры пересекаются, пересекаются, пересекаются буквально, как в ангеле истребители, когда одни уходят, а другие остаются, и там обречены тогда на гибель, такое исчезновение варваров, когда все слуги бросают своих господ. Они пересекаются функционально, как вот какой-то первый и низший класс в одном и том же, например, эшелоне, поезде. Ну а самое главное, это, наверное, мысль всего фильма, вот всё это благополучие, это такой ритуал, в который даже приходится скорее верить, нежели он в действительности приводит к результатам. Это ключевая идея, как Жан-Клод Карьер объясняет всего фильма. У них не было сценария, а было одно слово – повтор. И поэтому повтор ситуации, когда им никак не удается поужинать, вот он как раз рождает весь сюжет. Но, как говорит Антон Хакман в одной из лучших книг о кино, которые я читал в своей жизни, этот ритуал, этот несостоявшийся ужин – это как будто бы средство сдерживания мировой энтропии. Потому что если они не будут верить в то, что в камине должен гореть огонь, в то, что нужно есть вот так и так, ложка и вилка должны лежать так слева, а так справа, ими нужно пользоваться. А мартини готовить именно таким способом. У Буниеля и Сойс – фирменный рецепт приготовления мартини. И поэтому, если в это не верить, то мир буквально распадется на куски. Мы видим, что здесь же у Буниеля есть террористы, какие-то маневры, чуть ли не с боевыми действиями. И поэтому разрушительные силы, когда все-таки самолеты падают, что-то взрывается, постоянно приходит негодность, а еще ведутся мировые войны. Вот это все чувствуется как за дверью. В любой момент могут постучаться, и это будут уже не обязательно маневры. И вот эти буржуа это прекрасно понимают, и всякий раз видите, в действительности в двери стучатся. Их будет сознание. Еще, конечно, ключевая метафора этой картины – это сон. Поскольку психоанализ и структурный психоанализ, в частности, и сюрреализм на начальной стадии вообще были неразделяемыми явлениями. Например, Лакана публикала свою диссертацию магистерскую в журнале сюрреалистов. И поэтому здесь, в самом деле, был такой творческий обмен идеями. Так вот, поскольку психоанализ учит, что сон – это, конечно, не просто сон, царская дорога для понимания бессознательного, и оно, это понимание бессознательного здесь наиболее концентрировано, и оно позволяет проявить какие-то истины, то все, что мы видим во сне, особенно важно. Вот, например, мы помним, что мсье – это вино, снится, что мсье санышалю снится. Это вот такой, как бы, двойной, да, замок на двери, двойной кордон защиты. А, помимо прочего, в этом сне мы еще получаем информацию, что его жена ему не верна. А, помимо прочего, там происходит дуэль еще Рафаэля Акоста и полковника. Ну и, как часто бывает, просто, знаете, переставляется местами толстый и тонкий, мужчина и женщина. Логика обратная. Скорее всего, он желает смерти как раз Рафаэлю до Кости, и во сне он точно знает, что его жена ему изменяет. Хотя в жизни он совершенно лопух, мы помним. Он встречает жену в спальне у Рафаэля Акоста, и при этом не учиняет никакого особенного скандала. И поэтому вот это содержание снов есть такое как раз концентрированное послание каких-то истин об устройстве общества, мира, человека, ну и о жизни, которую ведут эти персонажи. И еще одно значение фрагмента, который мы посмотрели, в том, что важно даже иногда не то, что присутствует, а то, что отсутствует. Вы видели фрагменты других фильмов или смотрели эти фильмы, такие уж, конечно, как этот смутный объект желания. Помните, насколько многие фильмы у Бунеля все-таки по-настоящему эротичны. Как там часто вот по-фетишистке он концентрируется на женской ноге, например, на деталях таких важных. И поэтому все фильмы Бунеля очень эротичны, начиная с первых. Кроме этого, этот фильм асексуален. И поэтому самое важное, возможно, именно то, чего здесь нет. Когда, помните, эти два в самом начале аристократа, аристократа Мсье и Мадам Сенешаль уединяются на травке для того, чтобы заняться сексом, мы смеемся, потому что мы понимаем, что это абсурд. Никогда ни один буржуа-аристократ не отвлечется от благородного ужина, от этого ритуала, для того, чтобы придаться страсти. И поэтому именно потому, что это абсурд, считай, что этого нет, считай, что это тоже вот такое от противоположного как раз послания. Мы понимаем, что на самом деле они ни на что не способны. И поэтому некая импотенция, что ли, вот как раз большинство субъектов, которые мы здесь видим в прямом смысле и в переносном тоже, как творческая импотенция, которую они заклинают ритуалом, бесконечным повтором действия. Вот это, возможно, то отчуждение, внутреннее отчуждение, та цена, которую приходится платить каждому за положение на одном или другом социальном полисе. Вот в чем еще один интересный смысл. Поэтому помните, как Буниель, по словам своих друзей, даже не переживал, а радовался тому, что тиран сексуальности в конце жизни перестал его мучить. Как, наконец, для него счастливым было это избавление от какого-то рабства. Ну, это было, правда, уже довольно в зрелом позднем возрасте, лет 70 и под 80. А, конечно же, всю жизнь все-таки вот этот мучительный раскол того, что можно и что нельзя, что благородно, а что считается порнографией, стыдливый, целомудренный в жизни и раскрепощенный в своих фильмах Буниель переживал, как переживают персонажи скромного обаяния буржуазии. И тот самый Фернандо Рей, который является представителем автора внутри самого текста. Насчет границы сна. Когда он, ну, мы точно знаем, когда он заканчивается, но у меня было постоянно такое ощущение, что мы никогда не знаем, когда именно он начинается. То есть, возможно, что они тогда от самого начала до самого конца постоянно пребывают в каком-то сне. В одном из постеров фильма, который, кстати говоря, сделал обложкой встречи ВКонтакте, наверное, придуманной или одобренной самим Буниелем, кусочек колбасы в виде сердца вот составляет всю суть. И поэтому вот эта недоеденная колбаса, ну или кусок ветчины, точнее, в фильме, которая, кстати, тоже имеет автобиографическое значение, потому что, как вспоминает один из братьев, по-моему, Буниеля, у отца семейства был ритуал, когда все садились за стол, где никто не мог ни пикнуть, ни сказать ни слова. Он иногда говорил «Луис». Тот шел к буфету, доставал кровяную колбасу, отрезал острым ножом тоненькие кусочки, которые могли есть только мужчины. Женщинам никогда не полагалось, несмотря на то, что, в общем, они ели преуспевающе. Поэтому вот эта вот колбаса, эти кусочки со смаком, которые не каждому даны, вот это, как мы видим в финале картины, может быть, вообще ключевое послание, снова имеющее отношение к автору сюжета. Поэтому, может быть, правда, это один тогда большой сон, наполненный вот этой вот какой-то жаждой, голодом. Да, после этого фильма очень хочется есть, в отличие от большой жратвы, помимо прочего. И поэтому в нем есть единая логика, без сомнения. Впрочем, в опровержении этой гипотезы можно сказать, что некоторые фрагменты очевидных снов Буниелем как будто бы подчеркнуты. Помните, скажем, сон об умерших, который рассказывает солдат. И вот там видно, что декорации города, вот этой перспективы, которая идет внутрь, они картонные. И помещение такое именно театральное. Когда они попадают к полковнику, помните, там все с самого начала в виде каких-то декораций. Здание лесами зарешечено. И там внутри тоже сразу видно, что это декорация, что это не настоящий интерьер. Поэтому здесь как будто бы подсказки Буниел нам оставило, что это все-таки героям снится. Тогда как другие сцены сняты в более реалистичной, с таким нажимом именно манере. Я не очень хорошо знаю собственно отношение Буниеля к вере в глобальном таком широком понимании, его личное отношение. И вот что есть включение в фильм, персонажа, ну представитель духовенства. Этим он показывает собственные отношения? Или это тот же срез, как и персонажи армии, полиции, социального класса, который в основном в своем, то есть в буржуазии присутствует. И такой же некий посыл, как бы он показывает некую усмешку, высмеивание, что ли, продажность этого буржуазия. Или что? Что вот это? Зачем? Мне все остальное в принципе понятно. Вот Бунель, конечно же, прошел через такую ломку этих догм ценностей, которые он всю жизнь еще потом доламывал. И в юном возрасте, когда сошел со сюрреалистами, в зрелом возрасте, когда он так вот всерьез бросил вызов религии, но помним опять же, что его предали анафеме в Испании за фильм конкретно Веридиана, за ножичек в виде распятия, еще конкретнее, за вот эту постановку «Тайные вечери», где нищие, и один из которых изображают Христа, а другие изображают апостолов. То есть такое надругательство и кощунство вроде бы над всеми символами католичества. Но при этом, собственное отношение Бунеля к религии было как минимум противоречивым. Во-первых, не в разное все время. Во-первых, у него есть другие фильмы, где, как в Назарине, изображен по-настоящему такой правильный священник, бедный. Вот не такой, конечно, смешной, как этот садовник-епископ, а именно в апостольском, что ли, варианте, вот такой искренний, чистый. Ну, как, не знаю, священник, например, у Гюго в Отвершенных. Вот что-то такое рисуется сравнение. И поэтому у него, как и у атеиста Пазолини, его Евангелие от Матфея тоже ведь, честно говоря, какое-то каноническое, такое правильное, которое по-хорошему церковники должны одобрять. И у него тоже есть фильмы, в которых как раз содержание веры, в отличие от ритуала религиозного, изображается с абсолютной симпатией. В одной фразе Буниель однажды знаменитым девизом свое отношение к религии сформулировал так, я его повторяю всегда мысленно, когда меня спрашивают, «Благодаря вашему Богу я атеист». Или «Слава Богу, я атеист». То есть здесь через запятую вот таким парадоксом объединено и плюс, и минус отношения к религии. Однажды Буниель рассказал анекдот, который в этом фильме тоже цитируется. Не анекдот, а скорее такая вот басня. «Буду я умирать?» говорит он. И вдруг неожиданно своим друзьям-атеистам я скажу, «А позовите-ка священника». Не доктора, а священника. Все, конечно, удивятся, позовут священника. И тут я быстренько скажу, что я, видимо, заблуждался всю жизнь. Отпустите мне, пожалуйста, грехи умирающим. Все можно скопом и оптом отпустить. И поэтому я отойду под эти недоуменные, тоже проклинающие взгляды всех друзей, как истинный, правильный католик. Но дорассказывает Буниель, «На том свете я попаду в ад, потому что я обдурил и обманул своих друзей-атеистов». И поэтому тоже вот в этом, да, такое парадоксальное именно отношение Буниеля к религии. Его отношение к содержанию веры, вот к этому желанию жить, делая добро, к этому по-настоящему человечному восприятию, отношению в людях, вообще никаких, конечно, не было претензий. Его отношение к священникам, ритуалу религиозному и встроенности церкви во власть совершенно понятно критическое. Нет, он атеист, и он последовательный атеист, но вот из тех атеистов, которые благодаря Богу атеисты, благодаря вот этому написанному, нарисованному и интерпретированному действующими конфессиями Богу. На мой взгляд, это, в общем-то, ну, понятно, почему находятся здесь священники, да, то есть это, в общем-то, такая классическая схема, да, то есть, ну, антибуржуазная, да, то есть, что есть буржуазия, есть вокруг нее армия, да, то есть, есть полиция, есть церковь, да, ну, которую вы сейчас фотографии смотрели, вот, то есть, и в этом контексте, то есть, вот он, я так понимаю, концептуально это все и сложил, да, то есть, вот эти всех, как бы, составляющие, типа, правящего класса. Еще пару мыслей, просто принадлежность к классу не заслуживает вот такого однозначного критического отношения. Сам Бунель, опять-таки, в этом смысле и был, в общем-то, буржуаз, скорее всего. И поэтому, понимая, что это еще и самокритика тогда от автора фильма, нужно вот это понятие буржуазность перетряхнуть и вспомнить содержание других еще фильмов, потому что Бунель был, как мы знаем, скорее таким киноструктуралистом. Его фильмы понятны в общей логике, как и Фернандо Рэй, как этот старикашка грязный, который в разных фильмах нам показывает вот разное тоже содержание, в том числе понятие буржуазное. И поэтому, скажем, в этом смутном объекте желания вспомним, когда является Фернандо Рэй как благодетель и покупает у матери ее дочь за крупную сумму на роль непонятно кого, то ли любовницы, то ли жены, просто вещи. А она весь фильм напротив, стало быть, издевается над ним, все время он скользает, как объект причины желания от психоанализи. И вот всякий раз, когда я этот фильм показывал, возникает удивительная мужская реакция. Я тоже о ней рассказываю, поэтому тоже всякий раз. Когда, наконец, Фернандо Рэй устает уже за ней бегать и дает ей такую пощечину сильную, разбивает ей нос в кровь. И вот тут я был свидетелем того, как в киноклубе лет там сколько-то, 6 или 7 назад раздалось такое дружное мужское. О, наконец-то, выдох такой. И зааплодировали даже некоторые. То есть они мысленно солидаризировали с этим героем буржуа, который покупает человека как вещь, которая рассуждает в логике. Ну раз я заплатил, чего ты кочевряжешься, да? Вот. И поэтому вот здесь мужская солидарность оказывается одновременно такой потребительской или буржуазной солидарностью. Поэтому одно из ключевых слов для определения понятия буржуазного это вот, скажем, проституирование или вступление в товарно-денежные отношения любого другого вида отношений. Потому что когда творчество превращается в куплю-продажу, когда любовь превращается в куплю-продажу, вот это тоже содержание понятия буржуазное. Вот здесь Фернандо Рейн, например, помните, ждет любовницу. Что он делает? Ну он делает пшик, да, так все приготовил, бокал шампанского, все по ритуалу. Потом он узнал, что вроде бы что-то там у нее не в порядке, он сразу съел таблеточку какую-то обезвреживающую. Вот это и есть такое нормальное буржуазное отношение к любви, как к процедуре. Поэтому когда выхолощивается какой-то смысл, остается одна проформа, когда эту проформу можно тогда купить и обменять, вот это вот есть буржуазность. Ну мысль такая, что не пытается ли вот эта вот буржуазия, так называемая, сама себя оправдать собственными правилами. То есть как выпивать, что одевать и так далее. Потому что в самом начале режиссер показал, что они торгуют наркотиками, грубо говоря. То есть они являются маргиналами. Ну то есть... Ну потому что... Ну они бандиты. Они бандиты, то есть это маргинальное меньшинство. И они выстраивают собственные такие лабиринты оправданий для того, чтобы постоянно наращивать свои знания за счет неуважения к другим классам, более низкому классу. Это просто мне так показалось. Я хотел высказаться. И вот у меня вопрос в принципе есть. Вы сказали, что там главный герой олицетворяет собой режиссера. Фернандо Рейн. Они олицетворяют армию. Вот полиция, они олицетворяют полицию. Вот буржуази, они тоже ее олицетворяют. То есть личности как таковой нигде нет, кроме главного героя, которого есть собственный характер. Так ли это? Здесь, мне кажется, главного героя вообще нет. Я когда первые разы смотрел фильм, мне более другие были персонажи интересные. Вот тот же Сенешаль, например. Мадам Сенешаль, весьма харизматичная дама. Поэтому здесь внимание переключает. Я и не назвал его главным героем. Я сказал просто, что он автобиографичный персонаж, раз он тоже родился 22 февраля. То есть это надо знать. Поэтому отчасти это вот острие критики Бунеля, оно и против самого себя направлено. И поэтому Жан-Клод Карьер, вот самый интересный как раз из всех друзей и самые внятные у него комментарии о творчестве, о личности Бунеля, он на это тоже обращает особое внимание. На то, что в каком-то смысле сюрреализм потерпел грандиозную неудачу. Они хотели изменить мир, но скорее вот как Дали. Это их изменили. Их сделали тоже элементами этой фабрики, этого кича общего. И поэтому Бунель и Дали разошлись, в том числе и потому, что Дали показался ему слишком продажным, слишком таким саморекламным, слишком нарциссичным. И потому что Галла показалась тоже ему и Лорке откровенной дурой и холдой. И поэтому они-то разошлись, но как вот у Трюфоя, у Гадара и также у Бунеля, и Дали здесь все непросто. Нельзя сказать, что один пошел по безусловно правильному, а другой по безусловно неправильному пути. Поэтому этот персонаж интересен именно своей двусмысленностью, тем, что он противоречит. Но так-то он не главный. Главных, наверное, здесь нет. Субтитры создавал DimaTorzok